Думаю, что мы вместе сядем, посмотрим, можно ли это будет сделать. Добрый вечер. Спасибо, Артем. Меня зовут Портала Кирилл. Я действительно начальник отдела интернет-маркетинга в компании Web Profiters. Наша компания, можно сказать, уникальна тем, что мы один из четырех сертифицированных партнеров Google Analytics в России. Мы занимаемся интернет-маркетингом, веб-аналитикой, и об этом я вам, в общем-то, сегодня и буду рассказывать. Стандартная ситуация… Вы нажимаете немножко, да. То есть у нас в центре сегодняшнего рассказа сайт как бизнес-инструмент стоит. И чтобы этот бизнес-инструмент работал, на него должны попадать люди. То есть на сайт кто-то должен приходить. И основными источниками у нас является обычное продвижение в поисковых системах и контекстная реклама. Конечно, да, тут говорили и баннерная реклама есть, и пиар-активность, и так далее. Но мы рассмотрим два основных источника. И ситуация такая, что большинство клиентов у нас теряется на сайте. И только небольшая часть посетителей становится реальными клиентами. Эта ситуация стандартная, и она есть почти у всех. Можно дальше? От 1 до 3% посетителей становятся реальными клиентами. 40-50% – это отказы. Остальные в игре. Я объясню, что это значит. В игре это те люди, которые еще не приняли окончательного решения. То есть какими-то способами вы можете их еще убедить стать вашими клиентами. То есть из посетителей сайта они могут стать вашими клиентами. Стандартная ситуация. Компания, рекламная компания, сайт продвигаем с помощью контекста и с помощью продвижения. В контексте у нас есть 4 запроса, мы тратим на них 15 тысяч рублей в месяц. На продвижение тратим 50 тысяч рублей в месяц. Это, наверное, знакомая всем ситуация. На этом слайде показана статистика. Вверху в блоке 4 запроса, по которым у нас идет контекстная реклама и их эффективность. В нижнем блоке общая эффективность продвижения сайта. Немного если помедитировать над этими цифрами, взять калькулятор, то получится у нас следующая ситуация. Потери в контексте у нас составляют 54% моментально. То есть это 7,5 тысяч рублей в месяц мы просто так теряем. Из продвижения мы теряем 82%, то есть больше 40 тысяч рублей. И в итоге из всего нашего бюджета мы потеряли почти 50 тысяч рублей. Более 70% бюджета. Можно, например, модератор, немножко поподробнее. Что значит потери? Потери – это отказы. То есть человек пришел на ваш сайт, он не нашел там чего-то, что ожидал, и он ушел сразу. Он ничего не сделал. Он не совершил никаких действий, которые вы от него ждали. Он вам не позвонил, не посмотрел ваш телефон, он просто ушел с сайта. Это и есть те самые потери. То есть это люди, на которых вы тратите деньги впустую, и их большинство. Я думаю, ситуация вот эта, она не уникальна. Она есть почти у всех, ну не почти у всех, но у многих клиентов, которые обращаются к нам. И я думаю, здесь тоже присутствуют многие люди, у которых также есть там контекстная реклама с каким-то бюджетом, есть продвижение. А об эффективности вы не имеете никакого понятия. Вот эти цифры отражают среднюю реальность, насколько эффективно вы тратите деньги на рекламу ваших сайт. В общем-то, веб-аналитика, здесь определение есть, я уже не буду говорить. Но для чего нужна веб-аналитика? Чтобы из 1-3% клиентов, которые обычно есть на сайте, и половины отказов, увеличить количество клиентов до 10-15%, а количество отказов, то есть людей, которые сразу уходят с вашего сайта, уменьшить до 15-20%. Собственно, это и есть миссия веб-аналитики, и дальше я расскажу вам некоторые более конкретные примеры ее использования каких-то механизмов. Значит, что обычно делается по анализу сайта? Нажимайте там, пожалуйста. Значит, стандартные отчеты о посещаемости, ну это графики. Я думаю, многие из вас, кто сталкивался с какой-то статистикой, видели обычные отчеты, они дают ответ на вопрос, что происходит. Миссия веб-аналитики – ответить на вопрос, почему это происходит, и что с этим делать дальше. Первое, о чем поговорим, это цифры. Цифры статистики, многие из вас сталкиваются с отчетами, с цифрами. Так вот, цифры на самом деле, это не больше, чем цифры сами по себе. Например, большое число просмотров страниц. Это может быть хороший контент, а может быть сложная навигация на сайте. То есть это может быть хорошо, а может быть плохо. Популярные страницы выхода с сайта. То есть это страницы, с которых люди уходят. Опять же, это может быть так должно быть, а может быть это плохой контент-страница. Высокий процент новых посетителей – это опять же может быть хорошо, то есть у вас идет активная и успешная рекламная кампания, а может быть это плохо, потому что у вас нету повторных покупок. Ну, а большое время на сайте, я думаю, кто здесь более-менее сталкивался со статистикой, знает, что почти во всех системах статистики время, в общем-то, считается некорректно. Один из вариантов улучшения сайта – это опрос. Обычный опрос на сайте. Вариантов на самом деле может быть много. Ну, то есть что вы можете спросить у посетителей ваших сайтов? Вариантов множество. Здесь как бы такие стандартные, простые варианты приведены. Например, зачем вы пришли на сайт? И варианты ответов. Или было ли посещение сайта для вас успешным? Вариантом – да, нет. Ну, по специфику вашего сайта вы можете сами придумать какие-то вопросы. И с помощью опроса на сайте вы получите хорошую выборку, потому что это будет опрос на реальных посетителях вашего сайта. То есть это не какие-то сторонние люди, это не какая-то там фокус-группа. Это реальные посетители, которые приходят на ваш сайт, и которых вам надо как-то конвертировать в ваших клиентов. Пример реализации запроса на сайте – это сайт «Союз композиторов». Здесь был очень высокий процент отказов на главной странице. То есть люди приходили и уходили с сайта. Прямо с главной страницы. Очень много таких людей было. Мы не понимали, почему. Мы думали, что большинство людей приходит на этот сайт купить билеты на какие-то мероприятия. Мы повесили опрос. Вы видите там небольшая кнопочка «Оценить сайт». За оценку сайта людям давались какие-то скидки, тем самым мы стимулировали людей, чтобы они оценивали его дальше. Пример, обычный пример реализации. Мы всего несколько вопросов задали. В чем ваша цель посещения сайта? Первым вариантом было то, что мы предполагали купить билет на мероприятие. Вторым вариантом был просмотр афиши и мероприятий клуба. Там еще были другие варианты. И вот то, что стандартный вопрос, было ли посещение успешным для вас, быстро ли вы нашли информацию и так далее. В итоге, как мы удивились по результатам этого опроса, оказалось, что большинство людей приходили не для того, чтобы покупать билеты. Они приходили смотреть афишу. Они приходили на сайт, они видели афишу на главной странице, они уходили. Они находили то, что им надо. И в данном случае ситуация с высоким процентом отказов. Она оказалась нормальной. То есть так и должно было быть. Вот такое вот нам позволило такую штуку выяснить опрос обычный на сайте. Следующий прием – это АБ-тестирование. АБ-тестирование – это разделение трафика на несколько вариантов сайтов. То есть делается несколько дизайнов сайта или несколько разных элементов на сайте. И трафик в равных пропорциях делится как на один вариант сайта, так и на другой. Здесь показан сайт компании BX. Размеры сайта, они, как сказать, пропорциональны. То есть вот был вот такой вот длиннющий-длиннющий сайт, который справа там показан. И новый вариант сделали вот такой вот небольшой. Собственно, ну как бы всю там информацию, всякие сеошины, там навороты, все отрезали, картинки лишние поубирали, которые никто не смотрел. И провели тестирование. Победил первый вариант. У нас отказ стал меньше на 30%. То есть в больших масштабах трафика мы огромное количество людей теряли из-за того, что раньше у нас был неэффективный сайт. И мы это доказали обычным тестированием. То есть не какое-то там экспертное мнение. Нам не пришлось там убеждать клиента. Мы ему показали реальные цифры статистики. Следующий пример – это мультивариантное тестирование. В мультивариантном тестировании трафик также делится на несколько версий сайта. Но в данном случае мы можем тестировать не два элемента, а три, четыре, пять и больше. Здесь мы тестировали несколько элементов. Я покажу. То есть это элемент кнопки вот здесь, вот этот вот значок и подпись. Мы сделали три варианта. Прощелкать еще один. Вот такие три варианта сайта были. То есть мы по-разному поменяли эти элементы, пытаясь найти оптимальный вариант. И в итоге что у нас получилось? Следующий слайд. Значит, в первом варианте и во втором варианте у нас по-прежнему оставался высокий показатель отказов и не очень хорошее количество заявок с сайта. В третьем варианте у нас и показатель отказов значительно уменьшился, и количество заявок очень выросло. Что в итоге получилось? Третий вариант, конечно же, победил. Экономия расходов на рекламу у нас составила 13%, 12%. Приявок в два раза у нас поднялся. Это, ну как бы по меркам бизнеса, это очень хороший результат. Еще один прием. Это проверка ключевых слов. Ну, то есть здесь показано сравнение там разных ключевых слов со средней эффективностью сайта. Ну, которые красным выделены там, это очень неэффективные, зеленым там эффективные. В общем-то для чего это делается? Мы отвечаем на вопрос, какие ключевые слова наиболее неэффективны. А дальше мы решаем, а что же нам все-таки с этим делать. То есть они неэффективны. И что это значит? У нас есть два варианта. Мы либо меняем ключевые слова, по которым пользователи приходят на наш сайт, из продвижения, из рекламы, еще раз щелкните, либо мы меняем сами страницы, на которые пользователи попадают. Вариантов немного. И мы пытаемся понять, что же надо делать, что менять. Вот пример. Значит, у нас есть две группы запросов. В первой группе есть запросы костюм слоненка, костюм тигренка, там петрушки, белочки. Во второй группе запросов детские новогодние костюмы, новогодние костюмы, карнавальные костюмы и так далее. Это сайт, который продает, собственно, костюмы новогодние. Ну, всякие детские костюмы. Мы проводили анализ, и мы выяснили, что у первой группы запросов показатели отказов в 2-2,5 раза, по-моему, выше, чем у второй группы запросов. Кто-нибудь, может, знает почему? Вот здесь есть те, кто занимается контекстной рекламой, продвижением сайтов. А почему? Понятно почему. Просто нужно представиться на месте человека, который что-то ищет. Что он будет набирать? Ну, а почему? Человек, ну, сайт продает костюмы белочки, костюмы лягушек там продает. Почему эти запросы оказались плохими? Они попадают на страницу, где продается этот костюм, на карточку товара. Ну, то есть, там все грамотно. Ну, хорошо, я не буду долго задерживать. Я скажу, на самом деле люди, которые искали вот такие запросы, которые по таким запросам попадали на сайт, они не хотели купить костюм. Они хотели найти выкройки для костюмов. А вот эти вот люди, они действительно искали костюмы, они покупали эти костюмы. Вот, собственно, в чем разница. На самом деле, это можно было, конечно, отследить еще на этапе составления, там, тезариуса, семантического ядра. Это можно было сделать, но это сложно. Если время останется, кому-то интересно будет, я потом расскажу, как это можно было до запуска рекламной кампании отловить. Ну, и то же самое мы можем как бы со страницами делать. Также оценивать эффективность страниц, находить неэффективные страницы, так же, как мы находим неэффективные ключевые слова. И, опять же, что-то с этими страницами делать. То есть, выявлять причины их неэффективности.